всем привет привет на моем канале сегодня мы будем делать рыбу как меня просили делайте рыбу видео хек называется по-русски и по-гречески называется вокаля руссона вот с такими зубами и вот с такими кита глоша ехиваю с таким языком да не зубы по-гречески это додья глоша это язык и будем ее тушить вначале я ее почищу и потом увидите что будет дальше а эта миленькая рыбка маленькая пойдет на корм кошечкам просто ему дали там положили готовление рыбы он конечно так чуть-чуть затянется но ничего для этого мы берем чуть-чуть петрушечки свеженькой какой у вас есть может быть замороженная луковички морковушка рыбка здесь говорится называется бакаля руссона наверно у нас называется хек наверное я не знаю почищены чтоб у него не было ничего там внутри и соль перчик какой вы хотите мука две сковородочки на одной мы чуть-чуть пожарим рыбку обмакивая ее в муке а на другой мы потушим наш лук и марковку а потом увидим что будем делать так а 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 так мы ее на одной стороне вот так вот до корочки прожарили и перевернули в другую сторону теперь мы ее выключаем пускай она стоит нам не надо чтобы она была полностью зажаренная просто нам надо эту корочку красивую с мукой и теперь готовим наши овощи чистим наши овощи вот так вот как то как может лучок пошинку им и на терочке натрем нашу морковку хорошо разогретое масло но видите он закипает выкладываем лук и чуть-чуть про его протушим пожарим пожарим до такого состояния когда он становится прозрачный до лучок у нас стал вот такой вот полупрозрачненький мы туда добавляем нашу морковочку и все это оставляем тоже тушиться чтобы она у нас чуть-чуть протушилась и морковка была почти на полу готовности тоже стала мягенькой вот в этом состоянии вы можете посолить чуть-чуть чтобы морковка быстрее быстрее началась у нее процесс обмягчения вот так вот рыбку нашу от сковородочки мы переложили в наш противень какой у вас есть маленький не обязательно большой вот так вот мы ее выложили она у нас просто поджаренная чуть-чуть но не до конца такая в полусуром состоянии и тушится наши овощи машинкуем наш наше майдану майдану это петрушечка для того чтобы мы ее посыпали сверху меленько тык-тык-тык-тык и будет готово все наша морковка и лучок готовы сейчас мы его пересыпем сверху на рыбаньку вот такую шутку мы сделали и сюда надо сделать одну-две ложки сметаны и залить с водичкой на одну рюмочку ну 100 граммов одну рюмочку у меня нет сметаны я сделаю йогурт сметаны в Греции трудно найти сметану я делаю йогурт у нас греческий йогурт развожу с водичкой чуть-чуть чуточек такой знаете вот такой если у вас побольше рыбки вы делаете побольше ну где-то 100-100 грамм водички чтобы рыбка она не подсохла разводите вот эту сметану и заливаете нашу рыбоньку все и поливаем нашу рыбоньку вот этим вот этой водичкой йогуртами сверху мы перчим эта рыбка любит очень хорошо перчик у меня перец беленький у вас там какой будет вы посыпаете хорошо перчиком наш и посыпаем сверху солью солью так выкладываем нашу петрушечку для зеленушечки и добавляем или оливковое или растительное масло как то что у вас есть ставим в духовку минут на 30 при температуре 180 градусов в разогретую духовку рыбку я вынула из духовки смотрите как она получилась не забудьте когда она постоит у вас если минут 40 стоит не забудьте через 20 минут ее перевернуть и она у вас получается вот такая обалденно вкусно запеченная обалденный вкусный лук и морковка обалденно и вот как она есть можете уже ее подавать вот с лучком и с морковушкой если вы хотите еще что-то там на подавать вместе с рыбкой я например сегодня буду подавать пюре у меня вот такое классное вкусное пюре и можете подавать рис тоже подходит к рыбе очень классно всем приятного аппетита и увидимся на моем канале какой запах понюхайте все ну-ка вздохните полной груди пробуйте делайте очень вкусно и и и и и